Подробно о ней. Конечно, она производила впечатление такого солнышка, светлого лучика. Когда она появлялась, все начинали улыбаться, всем становилось хорошо, потому что они попадали в эти лучи. Она была невероятно деликатным человеком. По крайней мере, я такое знаю ее. И когда мы вместе выступали, у нас даже было так, что одна гримерная комната на двоих, и как она относилась к людям, которые помогали ей, гримеры, костюмеры, она очень мягко, очень трогательно общалась с ними. То есть во всем проявлялась ее любовь. Любовь к людям вообще. У нас был с ней случай, когда мы поехали и я ее пригласила поехать в Липовку. Это такое село в Липецкой области, где восстанавливался храм. И как раз было воздвижение Христа, и я пригласила ее поехать туда. Она, правда, сначала подумала, что я приглашаю ее выступить, спеть. Я говорю, да нет, просто на службу, просто отдохнуть. И она так была счастлива, что можно просто отдохнуть, приехать как человека, прихожанка, а не как певица. Но, конечно, не удалось приехать таким образом в Комнито, потому что все село узнало, что приехала Толкунова, все сбежались. И каждому человеку хотелось к ней прижаться, обнять ее, потрогать, что-то пошеплять на ушко. И я наблюдала за ней со стороны, как она каждому отдавала себя по частичке, по крупице. И я, честно говоря, удивлялась, и я училась у нее, потому что мне казалось, по крайней мере тогда, что у меня нет такой любви к людям. Может быть, в силу возраста она все-таки старше меня была, опыта какого-то, да, но она себя не жалела. И, естественно, когда ее попросили спеть песню, на фоне уложенных кирпичей строительных, она с радостью, с великой спела песни «Я не могу иначе». Естественно, люди подхватили. И надо видеть эти лица. То добро и ту радость, которую она давала. Я не знаю, кто сейчас из наших артистов может дать. Ну, чуть-чуть голова болит. Все. Она никогда не жаловалась. Насколько сильной была эта женщина? Она была невероятно сильной. Духовно мощной просто женщиной была. Ее, наверное, подпитывала вот эту вот любовь зрителей, которым она обмен энергиями происходила. Это я по себе знаю. Это очень помогает, и это очень держится всегда на плаву. И что бы с тобой ни было, какие болезни, если у тебя впереди концерт. Я не знаю. Это Господь дает, наверное, силы. Ты все оставляешь за кулисами, и ты выходишь для того, чтобы радовать людей. Ну, вера в Бога, конечно. Но это действительно талант. Это талант, это не каждый не так давно. Не каждый хочет этих отношений с Богом, потому что иначе придется себя как-то ущемлять. На этом не все хотят. Все хотят плыть легко под курсами жизни. Я знаю, что она очень и очень любила свою маму. Она настолько ей дорожила. Она постоянно ей звонила. Она была самым близким ее человеком, наверное. Я помню, мы ехали как раз вот из Липовки. Мы ехали в машине. И она говорит, я больше всего боюсь смерти мамы. Я не переживу. Маме тогда уже было 80 с чем-то лет. И кто мог подумать, что именно маме придется переживать смерть дочери. Это ужасно. И она пережила ее на 5 лет. 5 лет она страдала. Потому что Валентина Васильевна была, наверное, лучшей дочерью. Самой заботливой, наверное. Но я больше не встречала людей, которые бы так относились к командированию. Я потом общалась с Евгением Николаевной. Я к ней приезжала. Она приходила ко мне на концерты. Но я не могла ей заменить дочь, естественно. И когда я видела ее, у меня сжималось сердце просто. Я не представляю, как это терять детей. Не дай бог никому это узнать.